В квартире Таисии Михайловны Козырь-Павловской множество фотографий родных и близких, а их немало. Трое детей, два сына, дочь, пятеро внуков и семь правнуков. Сыновья стали полковниками, один в Минске, другой в Москве. Дочь живёт в Финляндии. Все зовут к себе, но она не хочет уезжать. Говорит, согласно с мэром города в том, что лучше Бреста нету места. Всевозможные грамоты и благодарности. Среди прочих, от генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Но самая дорогая – от любимых внуков. Ну, я говорю, что самая дорогая грамота – это грамота самой лучшей бабушки и прадбабушки. Участница партизанского движения Таисия Михайловна 13-летней девчонкой застала войну. На её глазах застрелили брата. Война одного за другим забирала родных и близких. Но даже горькие и тяжёлые испытания не смогли сломить её. И сегодня на вопрос о том, какой главный вывод сделала она из своей жизни, отвечает так. Мне главное хотелось бы, чтобы дети наши, внуки, правнуки, не увидели войну, не столкнулись с войной. Война – это глубокий след в сердце. Мы не просто так навестили Таисию Михайловну именно сегодня. Ведь в преддверии Дня Победы множество людей собралось возле её дома, чтобы лично поздравить ветерана Великой Отечественной войны. Таисия Михайловна, уважаемая, примите от нас этот скромный такой, скажем, подарок от администрации Московского района, от 38-й бригады, от общественных объединений, БРСМ, от субъектов хозяйствования города Бреста и Московского района. Спасибо большое. Звуки оркестра, красные розы, множество душевных слов, благодарности в прозе и стихах. Праздник, а на глазах у ветерана слёзы. Плачу, что мои родные не дожили до этого дня, хоть ждали они, погибли. Плачу от радости, плачу от того, что такие у нас хорошие, добрые белорусы. Вот добрые люди по натуре, а доброта спасёт мир. До слёз тронул визит гостей и Елену Свирскую, неравнодушного человека, социального работника, помощницу по хозяйству у ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Аркадьевича Зажигина. Дедушки воевали, бабушка. Их уже давно нету. Последнего дедушку похоронили моего 22 года назад, на 8 мая. Поэтому воспоминания, я ещё застала их живых. И то есть, когда они умирали, я ещё уже была, ну, 20 там мне было, 5-27 лет, поэтому не могу, понимаете. Плачу, потому что ветеранов очень люблю. И очень люблю нашу Брестскую крепость. Заслуженные поздравления и слова благодарности – всё это было неожиданно, а оттого и значимо для Седовласова героя. Спасибо вам за мир на всей земле, за каждый бой, который лёг на сердце шрамов, за то, что дали бы отбор войне. Это первый год с таким весельем. Дети поприходили. Молодцы, кто организовал этот праздник. Днём Победы. Праздник Победы входит в дома ветеранов с оркестрами, поздравлениями и великой благодарностью за подвиг, за мир, за благополучие. Важно не забыть каждого героя Великой Отечественной. Важно помнить о них всегда.